Доброе утро, уважаемые товарищи! Сегодня разберём ошибки в изобретателе вечных двигателей. Вот представим схему. Значит, питание, мотор, и тут или вал, или электрическая сеть. Может быть это вал быть, механический, может электрическая, может быть, допустим, вот такие приводы. Это не важно, как он не делает, что получается. И при такой схеме, и при такой схеме цепь замыкается. Видите? Если отсюда подаём питание, а отсюда назад цепь замыкается, а это значит, силы уравниваются, электрические, механические, любые, уравниваются. А что значит, система останавливается? В этом ошибка. Что же делать? Значит, получается, вечный двигатель как бы невозможен? Нет. Всё очень просто. Делаем вот так. Размыкаем цепь. Мотор. Генератор. Батарея. Один. Выход с генератора. Генератор. Батарея 2. Это простой способ. Может, у вас есть тысячи других, но это самый простой, который применяю я. Самый простой способ. Значит, что? Цепь мы здесь, вот так, не соединяем, чтобы напряжение не уравнялось. То есть, зачеркиваю. А ток, который идёт с генератора, поступает на вторую батарейку. Цепь замкнутая. У нас ничего не уравнивается. Если здесь у нас заходит, как вот у меня, 220 Вт, то здесь выходит 800 Вт. И заходит в эту батарейку. То есть, больше 3 раза. И как только эта батарейка у нас зарядилась, зарядилась 100%. А эта разрядилась, ну, не до 100 надо, а до 70, допустим, процентов заряда. У нас срабатывает, вот тут реле стоит. Реле. Срабатывает реле, и питание поступает отсюда. А эта батарейка получает подзарядку. Вот и всё. И тогда у нас цепь не замкнутая. Тогда надо нам добиться что? Чтоб вот этот вот мотор был меньше. То есть, мотор, который крутит, был меньше. А который не крутит, был больше. А это добиться легко. За счёт инерции. За счёт, там, другой обмотки. И так далее. Вот. И вот тогда система будет работать. То есть, ошибка изобретателей, что они вот так вот замыкают цепь. И напряжение вот это вот, круг становится выравнивается. Ноль. И становится нулю. Равно нулю. А значит, питание надо получать извне. Вот отсюда откуда-то. Чтобы эта система крутилась. А когда она разомкнута, когда она разомкнута, сейчас покажем ещё раз. Вот так вот. Так. Так. Мотор. Генератор. Вот ещё раз. Без всяких чертежей. Батарейка. Или система питания. Выход. Вторая батарейка. Цепь. Как видите, разомкнута. И если здесь вот сильнее у вас генератор, а этот у вас может крутить за счёт инерции и за счёт оборотов, потребляя меньше, чем вот этот, то у вас в любом случае здесь будет больше, а здесь меньше. Но ни в коем случае нельзя соединять, как я уже показывал. А только менять батарейки вот так вот местами. Или батарейки, или там источники питания другие любые. Это туда, а это туда. Установить здесь обычное реле. Реле. С нормально открытым, нормально закрытым контактами. Реле. Можно реле времени. Времени. установив как говорится это. Проверив на опыт, в какое время нужно точно. Или реле напряжения. Когда здесь упадёт до определённой точки. А здесь поднимется до определённой точки. Здесь переключится сюда, а это переключится сюда. То есть это переключится сюда, а это переключится сюда. Вот так вот. Всё. Вот типа такого, или ещё может вариантов много. Но самое главное, цепь, вот цепь, не должна быть замкнутая. Вот так вот. Она должна быть обязательно разомкнута. Разомкни цепь, и тогда уже останется отсюда подобрать то, что надо и как надо. И дело пойдёт. То есть это генеральная ошибка всех, кто изобретает двигатель бестопливный или вечный. Ну, вечного ничего нет. Бестопливный двигатель. Вот и всё. На этом всё не заканчиваю. До свидания. До следующих встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok